Бах-бах, мы в России. Опачки, приехали. Да, мы вот здесь вот где-то жили. Не помним, какой этаж. Приехали в Пятигорск. Как можно забыть, блин, этаж, кстати? По-моему, пятый. По-моему, пятый. Вот, и мы решили, короче, сюда сейчас приехать и пройтись, посмотреть. Вообще просто вспомнить. И мы уже идем и вспоминаем. А помнишь, что вот тут это было, а тут это было, а тут вот это было. Короче, максимально прикольно. Я не знаю, куда это мы всунем в нашем блоге, потому что мы сегодня вообще ничего не снимали. Но решили вот так вот провести день вдвоем. Но вот этот момент хочется запечатлеть и разделить с вами. Мы снова на связи. Короче, мы находимся в Железноводске тем временем. Вчера мы в итоге ничего не снимали, потому что решили провести этот вечер опять-таки вдвоем. Походить по местам Славы в Пятигорске. А, ну там же был кусочек видео еще, почему же забыл об этом. Вспомнить, где мы бывали и прочее, прочее. Потом пошли поужинали и в итоге решили вообще остаться. И сегодня еще на одну ночь здесь. У нас, причем, это уже не первое. Удачи. У нас, причем, это уже не первый раз. Мы, получается... Помню, в Ялте так было, когда мы заехали туда на одну ночь, остались в итоге на две. В Ереване так было, когда мы тоже заехали туда на одну ночь, остались на две. И вот в Пятигорске ровно та же самая история. Как тяжело идти и записывать видео. Завтра утром мы рано-рано выезжаем и едем в Архвиз. В Архвизе у нас уже снят... В Архвизе у нас уже снят номер, в котором мы провожали лето в позапрошлом году, получается, да? Мы ностальгируем. Да, короче, у нас ностальгий отпуск. Там сняли номер, в котором мы провожали лето в позапрошлом году. Тот же самый, причем, номер в той же самой гостиничке. Гостинички. Гостинички. Вот. Мы туда идем? Честно, я хуя узнаю, откуда мы идем вообще. Короче, мы были тогда в Железноводске, вот в этом... Где-то. В пещере вечной мерзлоты. Вот тут вот идет дорога. Таксист нас привез. Оставил где-то там. И я вроде помню, вроде-вроде, прям плюс-минут, что куда-то в эту сторону, но это не точно. Так что... Ну ладно. Да. Будем решать проблемы по мере их поступления. По мере их поступления, да. Отлично. Гуд. Гуд. Так, вот. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Давай сделаем привал. Давай поедем обратно. Трубас выйдет. Давай прям тут. И пойдем ловить мужика, пока он не уехал, да? Да. Ладно, посмотрим, куда мы доберемся. Подготовка наша. Все. Обе... Нормально. Нормально. Так интереснее. Вот кто знает, куда нас сейчас заведет этот путь? Никто не знает. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, это не последнее наше видео. Будет просто круто. Ау! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Что ты делаешь? Отметинку сфотографировала. Там интернет есть. Но на всякий случай, если вдруг что... Ты сфоткала дорогу. Да. Отметина. Там особая отметина такая. Странная. И я у тебя в стране. Спасибо. Что ты это сказала вслух. Так. Location number one. Ну твари. Ну твари. Люди. Ася очень негодует, когда она ходит где-то. Оттуда холодом аж веет. Офигеть. Тут... Ой, надо одеться. Бля, жутко. Пойдем туда? Пойдем. Причем... А, так я не договорил. Ася очень негодует, когда она ходит мусор где-то. Так что если вы мусорите, не надо так. Бля, жуткое место на самом деле. Ну ничего. Зарядка есть на телефон? Да. А у тебя? Твою мать. Твою мать. Ой. А ты думал медведь. Я думал какой-то... Я не знаю, что это там видно будет. Просто сегодня читали какую-то новость про Медвейли, которую... Загрыз. Ну не думал, что медведь, но я думал какой-то монстром от маленьких. Что, погна? Ты думаешь мне тоже кофту накинуть? Да. Я, наверное, накину. А ты 60, выключи. Выключи. Выключи запись. Выключи 60. Поставь 30. И вот будет видно все нормально. О, офигеть. Ты что раньше не сказал, что мне надо... Я тебе всегда говорю про что... Офигеть. Ну извините. Когда в темноте... Когда в темноте всегда 30 кустов. Ох ты ж... Бля... Как ветер дует... Тихо, тихо, тихо. Как ветер дует... Это ветер шумит, наверное, на 9, да? Охереть. Что-то не было так низко. Как будто вот эта земля, она... Намыл или что-ли, я не знаю. Ну да, может быть, даже я не загибаюсь. Не загибаюсь. Тихо, Миша, здесь... Так, куда она? Направо, налево? А, налево. Тут очень холодно. А, я думаю, тут... А-а-а. Это что? Алтарь? Со свечами? Офигеть. Возможно, тут вызывали каких-то демонов. Я не хочу об этом знать. Костюк был. Большой какой-то офигеть. Что-то у меня сейчас еще более стрёмно стало. Чем? А прикинь, если сядут два телефона, как отсюда выходить? Никак. Я не знаю. У меня будет тогда... Знаешь, что он не звучит? Какой-то что? Фонарик, который мы там видели, или какой-то свет, его больше нет там? 14. Что? Я испугалась, где он пал. Блин, сколько здесь градусов? Тут холодно, прям как в холодильнике. Еще один раз не хотели. Стой. Иди назад. Потихоньку. Аккуратно. Стой. 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 Летучая мышь. Фу, блядь. Твою мать, ты смотри, какие у нее там эти... Осенькие. Я никогда не видел летучую мышь так близко. Да я тоже сниму. Она... Тихо. Она спит. Она вот шевелится. А? Твою мать. Ай, ничего, пожалуйста. Стремно. А она там. Их две. Видишь? А, да, вижу. Нет, это не... Это сейчас они как полетят на нас. Я бы этого не наделала. Блин, а как ты вообще снимаешь вот так вот себя? Я вот иду вообще так, ничего не вижу. Да, я именно так себя снимаю. Слушай, так, по-моему, еще страшнее. Да. Давай. Ты можешь посветить чуть-чуть вперед? Да, чтобы я куда-то... Ой, блядь. Фу, блин, ты дурак. Я думала, я головой глядю, почему и шеду. Короче, я не могу тебя снимать, извините. Блин, тут еще и стены темнее стали. Ага. У меня уже руки замерзли, если честно. Да, если честно, сам уже замерз. А, погоди, туда, по-моему, дальше уже без толку идти. Да? Да. По-моему, там уже ничего нету. Хочешь, дойдем? Ничего. Тихо. Ты слышала? Ты скажи, что ты там слышала? Я серьезно. Блядь, я ничего не вижу. Тихо. Блядь, нет, я туда не пойду. Я туда не пойду. Здесь что-то за звук был. Тихо. Нет, Тюм, не выгоню. Да тихо, ты говорил, просто помолчи. Блядь, нет, я в ту сторону не пойду. Теперь я и туда тоже не хочу. Ты слышала? Да, я слышала. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Здесь есть кто-нибудь? Блядь, учитывая тот локаль, который мы пропадали, что-то я и не хочу задавать такой вопрос, как в фильмах ужасов. Тут кто-нибудь есть? Тюм, пойдем, пожалуйста. Блядь, мне показалось, что там что-то мелькнуло. Я тебя перчаливаю, у меня в люке уже. Пошли назад, ну и ровно. Тихо, тихо. Нет, не шуми, только мы сейчас будем тушить. Блядь, я так и не понял, что это за звуки были. Интересно. Тихо. Ты слышал это? Тихо. Как будто я что-то пока у меня взглянулся. Блядь, а мы что-то пойдем быстрее. Блядь, пошли отсюда, махуй. Тихо. Блядь, ты видел? Сука, ты тебя пить мне, ты тебя правил. Тихо. Тихо. Нет, подожди, прямо, прямо. Тихо. Тихо. Сука, нахуй, что-то прошли вообще. О, вот и мышка твоя взялся. А там же, по-моему, там две развилки было, да? Да. Но это не люди, по-моему, были, потому что там люди без фонарика тогда были. Я не знаю, я не хочу проглядеть. Я хочу выйти уже отсюда. Знаешь, когда бежишь, как будто страшно, что у тебя не складывается такого впечатления, когда смотришь в эту темноту, как будто кто-то смотрит из нее на тебя. Я не знаю, что там был за звук, но, блядь, проверять я это точно не буду. Ну и, ну и вот нахер. Сейчас в тепло увидим. Все, мы вышли. Фух. Это было пиздец, как страшно просто. Опа. Что у нас тут? Царские перекусы. Мы, короче, решили после пещеры... Ой, мы решили после пещеры немного перекусить, немножко до сих пор сами под впечатлением чуть-чуть за звуки были. Но мы верим, что это были люди. Хоть их и не было видно, и никто не откликнулся. И потом мы пойдем на смотровую, куда... И, в принципе, держим путь изначально. Да? Но женщина сказала, что пока не поесть, никуда мы не пойдем. Поехали. Подзородок попал. Серьезно? Да. Больно? Больно. Промочит. Да. Маленькая веточка. Покажи меня. Обалдеть. Угу. Высечено чье-то лицо на дереве. Смотрели на эти камни, как интересно растет дерево между ними. И случайно заметили это. Может, тут еще где-то что-то есть. Так, мы залезли сюда. А теперь нам нужно залезть куда-то сюда. И мы, наконец-то, на пункте... На пункте назначения. Ой, бля. Наконец-то. Мы заблудились. Ася нас не туда залезла. Вы фотографируетесь? Да, уже все. Да, неужели. Ну как? Довольны? Ага. Откуда здесь столько людей? Мама, ты, мне кажется, придуряешься. Я говорила, надо было фоткаться, когда никого не было. Ты уверена, что мы туда идем? А, я не знаю, куда мы идем. Вот. Помнишь, я тебе говорил про расщелину? Ты же хотела приключения? Да, следопыт. Оттуда? Куда идет? Ну, возможно, и такое. Лишь по телефону не сели. Устала? Отлично. Это так и надо было. Все, у нас закончилась наша прогулка по Железноводску. Не по Железноводску, а как это? Гора. Развалка. Развалка вокруг вот этой вот горы, которая сзади на фоне. Мы гуляли сегодня. Почти всю гору обошли. И что вы думаете? Из-за того, что Артем повел нас не туда. Ась повела. Докажи вот тебе. Ха. А что ты мне сделаешь? Вот, отгадайте, куда мы теперь? Куда? Кушать. В крышу. Опять кушать. Мы опять едем кушать. Ну, конечно, каждый вечер у нас здесь во время этого отпуска заканчивается каким-нибудь вкусным заведением. Я просто приеду, и у меня вот здесь будет третий или четвертый месяц беременности. Это будет первое заведение, в котором реально вкусно. Это второй вечер, когда мы реально прям с кайфом. Ну, да, мы согласен объективно. Фух, устали, пипец. В Армении мы ели только шаурму. Ну, вкусно было, кстати. Ну, да. Ну, вчерашние кельмешки белья. Хочешь, я заставлю тебя сейчас сплакнуть? Мы так и не поели там мороженое. Мороженое-то мы поели. Потому что мы поздно выехали, а мы планировали в последний день, когда будем там заехать мороженое поесть. Там какое-то супер вкусное мороженое нам все рекомендовали. Да. И мы сколько дней были в Ереване, но сначала я, Артем, болел. Ну, я болел, да. А у нас фишка, мы не едим, напоминаем, мороженое друг из друга. То есть, вот если едим мороженое, то только вместе. Я не могла поесть мороженого. Да. Ну, значит, будет повод вернуться еще раз в Армению. Из-за мороженого. Не, вообще повод, конечно, более великий. Сейчас, если сейчас это видео смотрят твои родственники, то, конечно, мы к родственникам поедем. Да. А мороженое-то так. А, ну, мороженое, придача. Приятный бонус, да. Да. Вот. Сколько мы сегодня прошли, кстати? Что-то я смотрел, по-моему, порядка 12 километров уже. Огорь. Да, мы очень много сегодня прошли. Нифига себе. У меня уже отваливается, у меня уже отваливается рука, так что все. Наверное, следующий кусочек видео у нас будет уже где-нигде. Мы просто возьмем уже. А, у меня показывает 10. Ну, потому что ты короткоходка, ты меньше ходишь, чем я. Я-то все время там влево-вправо изучаю обстановку. А я что? А ты, получается, нет. А я, блин. Вот. Так что вот так у нас прошел еще один день, а завтра, ну, утром мы встаем. Сегодня на Машук не поехали по времени, потому что не уложились. Завтра с утра мы залетаем на Машук сначала, и после этого приборвано водка. Все, все. Нормально, отрису видео. Отстань. Все. Что мы, куда мы опять? На Мунштук. На Машук. Прыгу Мунштук еще. На Машук. Мы сейчас поднимаемся на Машук, и после этого я сразу стартуем вахт. Не выспались? Ни хрена вообще. Да. Мы, по-моему, первый раз в этом отпуске встали. Встали по будильнику, да? Нет, мы всегда встаем по будильнику. Ну как, мы встаем, выключаем будильник и ложимся дальше. Это не значит, что мы встаем по будильнику. Мы всегда встаем. Это ты встаешь пораньше, чтобы сделать свои темные дела. Вот. Короче, вообще не выспались. Хочется спали 8 часов, просто ничего себе. А-а-а. 8. Я спала. Тотя говорит, опять-таки, вставать раньше дела свои темные делать, там, вот в этих ванных, туалетных комнатах. Вот. И сегодня будем по дороге в Ахыс где-то еще куда-то заезжать, становиться. Мы еще не знаем куда, хотя вчера планировали накидать мальшот, но потом подумали, нахрена, нахрена это делать. Не забыли, на самом деле. Нет, нет, нет. Хотели выдумывать, чтобы красиво было. Нахрена это делать, когда можно чисто на импровизации топить. Ахрена это делать. Камеру свою врубай, снимать запрещено. Кто? Что скажешь нашим подписчикам? Вон она. Всем люби. Счастья и здоровья. Подписывайтесь на канал. Угу. Так спокойно. Ностальгия. Я сейчас буду плакать. Зачем? Как вспоминаю, как было хорошо здесь. Я теперь вспомни, как мы все время на поездах мотались. Тоже хорошо было? Нет. Это нехорошо, да? Но была своя романтика. Да, нет. А сейчас романтика. Троссы твои подумают, что это грязно. Да, да. Она холоднее, да, чем здесь? А где мы находимся? А где мы находимся? В Кумбаши. В Кумбаши. Перевал. Кумбаши. Холодно тут-то. Что, едем дальше? Идем. Так, как вы уже я сказал, мы находимся на перевале Кумбаши. Нет, я сказала. Как я тебе подсказал, что мы находимся на перевале Кумбаши. Мы здесь были крайний раз. По-моему, 22 декабря. Да, мы точно после нашей годовщины мы ехали здесь. 22 декабря 2020 года, наверное, где-то. Или 21. И решили проехаться здесь. Здесь мы отмечали вот нашу годовщину. Мы отметочку ставили еще и не нашли. Да, отметочки, к сожалению, нет. Мы сейчас сделаем еще одну отмечку какую-нибудь. Давай. Что-нибудь. Палку вобьем в землю. Я вижу палку и вижу землю. Вот. И дальше мы проезжаем Нижнюю Мару. Дальше у нас путь идет вон туда. Сейчас я сниму другую камеру. Дальше наш путь будет пролегать вот через Нижнюю Мару, Верхнюю Мару. И вот туда, спасибо. И вот туда, 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 туда. Загорье. И вот где-то вот там, вот очень-очень далеко, будет Тархыс, наша точка назначения. Вот там вот. Где ищемся? Вот там вот. Вот там, да? Да, вот там. В ту сторону. И вот туда. Поехали. Травел-блогеры из нас, конечно, никакие. Устали. А поднялись-то вот всего лишь вот. Вот где-то там машинка стоит. И вот только до сюда дошли. Как сейчас называется место? Ты теперь. Шоуалинский храм. Шоуалинский храм. Какой? Шоуалинский. 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 А, это я перепутала, потому что он вообще говорит Шоулин тут. Сейчас меня наоборот. А я потом представила, что он Шоуалинский храм. Шоуалинский храм. Шоуалинский храм. Шоуалинский храм. была одна дверь открыта, а тут, чтобы дойти до вот этого колокола, который там сейчас, да тут тоже пойдем, чтобы на него дойти, можно пройти через храм. Вот так вот зайти, и вот тут вот дверь, здесь вот выйти, и вот спокойно по вот этой дорожке пройти. Я не помню, честно говоря, то ли эта дверь тогда была закрыта, то ли что-то еще, и мы обходили храм со стороны вот с этой. То есть вот тут вот. Вот с таким вот обрывом. Вот только сейчас об этом вспомнил, когда мы сюда подъехали. Сейчас я еще чуть крупным планом засниму. Вот по этим камням, вот туда вот, вот здесь, они прям очень скошены, и напомню, это было зимой. Слабоумие и отвага. Зато очень красиво. Именно так. Я сильно, да? Да-да-да-да. Ну, хорошо прям, да. Лучше давай на это сало вдвоем, что ли, у нас там вот, где там? Да-да-да, тихо-тихо, реально и по ушам. Здесь не так сильно бьет по ушам, как там. Нравится. Нравится? Здесь дитё довольно. Ура! Ура! Их вообще там не видно ни конца, ни края. Сам такой. На тебя кричит баран, сталка среди дороги. Ой, конечно, да. Я это скажу по-другому? Ну, давай, повтори, повтори это на камеру. Тут будет пизда. Почему? Посмотри. Что там? Тут нет порожка у душа. Ты же моешься, как вот та обезьяна. Я иду в душ первая. А ты желательно вообще не ходи. Мы зальём, всё зальём. Я в душ. Для тебя будет пацаном. У нас завтра с ней не заблочит песни, хоть она поёт. Я так пою, что... Если кто-то, кстати, задаётся вопросом, какого хрена мы не снимаем с нормальными микрофонами на нормальную камеру на DJI Pocket, у нас закончились две флешки по 128 гигабайт. То есть у нас 256 гигов от снятого контента. Как я это монтировать, буду я понятия не имею. Так что, к сожалению, будем с телефона пока дописывать. Где мы находимся? Мы поднялись просто по двум ступенькам. Почему у меня уже одышка? Где мы находимся? Архыз. Архыз. А куда мы идём? На подъёмник. На подъёмник. У нас крайний день сегодня. Ты же знаешь, куда мы идём. Что ты у меня спрашиваешь? Я хочу, чтобы ты нашим ребяткам рассказала. Хочу сказать, вот мы сейчас находимся на Архызе. Здесь очень всё напоминает розу хутор. Вот ставлю сотку, что лет 5-10, и это будет ровно такого же формата. Хотя я не знаю, на самом деле. Может, он сейчас уже такого же формата? По крайней мере, по ценам, так это точно. Так, короче, мы на подъёмник сегодня. А потом идём всё-таки на ферму Альпак. Будем там трогать этих бэмби там, контактные. Да, контактные бэмби. Женщина хочет, а я как бы не имею права ей отказать. Ты тоже хочешь чё-то? Конечно, конечно. И кролики там ещё. Кроликов вообще обожаю. Так вот, у нас сегодня крайний день в поездке, но и не крайний день в отпуске. Завтра почти весь день мы проведём в дороге. Послезавтра мы работаем, у нас съёмки. А в воскресенье нам нужно подготовиться к рабочей неделе. Ну, как нужно подготовиться? А, если нужно подготовиться, у неё там готовка, стирка, уборка. А я мужчина, я просто буду сидеть на диване, как все, в принципе, им не говорят. И поддерживать её, дистанционно. А чё, просто садиться? Короче, пойдём разбираться. Ты как обычно. Я думал, тут будет ниже. Микнуть не хочешь в ответ? Чё, опять он чё-то на меня крикнул? Слышь, ты! Сам такой. Чё ты сказал? Где, где? Кто это? Где-то там. Ух, бля. У меня сколько их много. Я тебя запомнил. А чё-то мы оделись. Тут 10 градусов. А чё ты, чё ты не хотела в футболке? А чё ты хотела же в футболке поехать? У тебя сейчас банка упадёт. Отстанет меня. Ты дожага. Не душни мне. Форочки открыты. Я вижу. Я вижу. Там же не ехать. Ой, 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 ой. Блин, поле. Ага. Тут поле. Гулая гора. Я, кстати, сейчас вот смотрю на это и думаю, почему оно тогда сказано. В общем, мы когда были здесь три года назад, нам сказали то, что если бы поднимались на Донбай, на подъёмнике, то в Архайзе делать нечего. Я вот сейчас смотрю и думаю, что слушать не надо было. Да, прикольно. Ну, тут прям очень красиво. Здорово, что у нас есть такие места, да? Ещё и недалёку от нас. Пишетаемся чуть-чуть с ними, всё, пофоткаемся и всё. И замёрзнем, и поедем обратно. Коротко о нашем плане на этой вершине. Ну, как тебе тут? Вид кайфовый, прям. Прям кайфовый? Да, нас реально обманули. Зачем нас тогда обманули? Не дали нам тогда три года назад увидеть вот это. Тогда ещё теплее было. Подожди, может, с Асей, чтобы вы нечего нафиг не купили? Ась, что ты делаешь? Я хочу трогать барашку. Ась, прекрати. Ася! Ася, остановись! Ася, это чужие барашки, Ась! Ася! Может, мне тоже нужно тебе помочь? Давай. Блядь, на что я тратил жизнь? Сейчас побегу на них, и они все побегут. Как с голубями. Побязали. Они побязали. В принципе, если я сейчас уйду, она даже не заметит. Скажу то, что потерялась в горах. Несчастный случай. Скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...